Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать о ноже Steelclaw Shaxe, дизайна Трагошкина Андрея. Данная модель это новинка, отнести, наверное, этот нож можно к среднебюджетному ценовому диапазону. Здесь используется простая, но хорошо зарекомендовавшая себя сталь 9SER18MOV, но при этом здесь также использована подшипниковая система IKBS на осевом узле. Для тех, кто не в курсе, поясню. Данная система позволяет добиться очень высокой плавности хода, при этом для флипперов это как раз таки то, что нужно. То есть клинок фактически очень хорошо скользит, очень плавно открывается, без каких-либо скрипов, каких-либо заеданий. То есть для флиппера это как раз таки то, что нужно. Ну давайте сначала поговорим о ТТХ. Что касается размеров ножа, то общая длина ножа здесь 227 мм, длина клинка здесь 100 мм, и ширина клинка в самой широкой части 28 мм. При этом в обухе нож 3 мм и вес при этом 139 грамм. То есть по ТТХ данный нож вполне укладывается в такие параметры, скажем так, универсального полноразмерного EDC-ножа. Клипса здесь двухпозиционная для левши и для правши. Не имеется здесь каких-либо шпеньков. То есть этот нож, флиппер в чистом виде, предназначен только для открытия одним способом. Но в принципе здесь подшипниковая система как раз таки этому и способствует. Каждый клинок имеет свой индивидуальный номер. Что касается Стари, то, как я уже сказал, она здесь 9 CR18 MOV. Что касается спусков, то они здесь вогнутые. И вообще сама форма клинка, она ориентирована, скажем так, на повышенную резучесть. Что касается рукоятки, то на накладках здесь использована черная G10. Сами накладки установлены на 3 торкса плюс осевой. При этом лайнеры изнутри имеют сверловку для уменьшения веса ножа. Но при этом сверловка здесь только на одном лайнере. Второй лайнер оставлен полностью целым. В принципе вес ножа, скажем так, стандартный. Но если он вам покажется большим, то вы можете дополнительно рассверлить и этот лайнер. И тогда немножечко выиграете в весе. Также некоторым может показаться странным, почему здесь использованы вот такие вот торксы, которые, скажем так, имеют круглую головку. То есть они слегка вот тут торчат на самой накладочке. Но мне кажется, это сделано в угоду дизайну. Хотя я сам не люблю такой агрессивный дизайн. Но, видимо, автор хотел этими выпуклыми торксами как-то подчеркнуть этот вот элемент, этот гребешок. Дизайн у ножа действительно довольно агрессивный. Я сам люблю более спокойные мотивы. Но кому-то, возможно, понравится. Возможно, также агрессия в дизайне обусловлена его именем. Нож называется Шакс. А это, насколько я помню, один из 72 высших демонов. Что касается винтов, кстати, то здесь использованы вот такие вот фигурные винты, которые мне нравятся значительно больше стандартных. За что компания Steelclaw Plus, конечно. Если сравнивать с другими ножами, то в сравнении с Ontario Red, Шакс выглядит вот так. Если сравнивать, допустим, с Persistence, то уже вот так вот. В сравнении с Enduro Wave. Вот такой вот. Если говорить об удержании, поведении ножа в руке, то могу сказать так. Я изначально опасался, что этот гребешок будет очень уж сильно мешать. На самом деле он, не сказать, что он как-то особо прям мешает. Он весь все-таки гладенький такой, весь кругленький. Он ощущается в ладони, это факт. Но не сказал бы, что он мешает. Мешает здесь, кстати, клипса больше. Но они чуть позже. В целом, в этой части сидит нож просто идеально. Как раз-таки под мою руку, мне кажется, он в этой части, где основное удержание приходится, он просто идеально вливается. Идеальный упор под большой палец. Здесь также в подпальцевые выемки все идеально попадает. И, как мне кажется, для человека с большой рукой здесь также все будет сидеть как влитой. Поскольку здесь эти подпальцевые выемки сделаны как-то достаточно грамотно и универсально. Что касается этого гребешка и вообще этой части, то смотрите, какая ситуация. Если держишь таким хватом, то, да, эта штука ощущается. Возможно, в какой-то длительной, постоянной работе будет ощущаться воздействие этих областей на ладонь. Но я также обнаружил и то, что при удержании, например, фехтовальным хватом, вот таким вот, этот гребешок создает какую-то, знаете, дополнительную точку упора, что ли, дополнительную точку хвата, которая прям идеально врезается в ладонь и фиксируется здесь как некая дополнительная мини-рукояточка. То есть в этом плане вот такая вот есть особенность. Так что если вы ориентированы на некий фехтовальный хват, такой, скажем так, боевой, то, возможно, вам это понравится. И при таком же хвате, кстати, минимизируется влияние этой большой клипсы, которая при обычном хвате, как мне кажется, немножечко мешает. Возможно, это из-за моей небольшой ладони. Но вот при фехтовальном хвате, конечно, этот элемент на рукоятке приобретает какие-то новые черты. Также, если развивать мысль о этом элементе на рукоятке, то, например, при удержании обратным хватом, здесь в районе как раз-таки большого указательного среднего пальца появляется некая такая дополнительная точка упора, что ли, то, что увеличивает, скажем так, надежность хвата. То есть вы держите и чувствуете, что в этой части как-то все уже надежно зафиксировано. И при этом клипс уже не так сильно мешает. Хотя, возможно, конечно, в более крупной ладони клипса все-таки будет иметь более сильное влияние. Если говорить о клипсе, то она мне не понравилась здесь больше всего. Внешне она выглядит, как обычная рядовая стандартная клипса, да, но в целом она, конечно же, сделана довольно большой. И в моей небольшой руке она действительно явно ощущается. Возможно, при крупной ладони она будет в ней как-то более сильно утопать. Но я скажу так, эта клипса реально большая. Сейчас вот вам покажу в сравнении с клипсой Ontario Red. Посмотрите. Вот с этой стороны карты все нормально. Но давайте попробуем приложить два клинка, точнее два ножа вот таким образом. Что мы видим? Клипса Шакса значительно толще. То есть не толще, а занимает больше места. Обращаю ваше внимание, что она примерно процентов на 20 больше, чем клипса Ontario Red. Теперь тот же трюк с SpiderCamp Persistence. Смотрим. Прикладываем. И опять-таки мы видим, что у SpiderCamp Persistence клипса меньше на те же 20%. То есть здесь клипса реально, она занимает место. Как мне кажется, ее можно было сделать чуть более плоской и было бы вообще идеально. В этом же состоянии клипса реально ощущается в руке. И как мне кажется, при длительной работе она будет мешать. Хотя, опять-таки повторюсь, при крупной ладони, возможно, она в этой ладони будет несколько утопать. Опять-таки, если говорить о рукоятке, то обращаю ваше внимание, что у модели Шакс отсутствует отверстие под темляк. А кому-то это, возможно, не понравится. Я, например, в последнее время темляки вообще перестал носить. Ну и для кого-то, возможно, будет достоинством и то, что здесь посадка на карман довольно глубокая. То есть торчать будет только эта часть ножа. Ну и, наверное, может быть, из-за этого и отверстие под темляк не стали делать. Поскольку тем, кто ориентирован на максимальную скрытность, и темляки не нужны. Обращаю ваше внимание на то, как сделан сам плавник филипера. Это, кстати, основной метод открывания, поскольку никаких шпеньков и дырочек здесь не имеется. Здесь сделана вот такая вот небольшая полукруглая выборка материала. То есть он не просто какой-то симметричный. Здесь специально сделана выборка материала для того, чтобы палец лучше цеплялся. И в открытом положении как раз-таки все идеально совместимо с формой рукоятки. Но производитель мог сделать скос не такой вот полукруглый, а он мог сделать скос более прямой. В этом случае было бы неудобно флипповать. Я, кстати, часто встречал такую ошибку даже на каких-то значительно более дорогих моделях. Этот плавничок делается достаточно неудобным. Самый неудобный, например, из тех, что я видел, это на итальянском ноже Remington Zulu. Складник был, флипер был вообще неудобен. То есть открыть нож было совершенно невозможно. Здесь же эта проблема отсутствует. За что им большой плюс. То есть флипповать реально удобно. Если же говорить о самой форме клинка, то она здесь не является какой-то супер-пупер эксклюзивной. Это реально рабочая резучая форма, направленная как раз-таки на максимально хороший рез. Если говорить о качестве изготовления, подгонке деталей, то здесь с этим все в порядке. В принципе, не уступает серийным ножам каких-то продвинутых западных брендов. То есть здесь подгонка деталей. Не сказать, что супер-пупер до микрона, но ничего не торчит. Никаких заусенцев здесь не имеется. Никаких следов обработки здесь также не остается. Сам клинок при этом выставлен строго по центру. Реально выставлен практически идеально. Не знаю, все ли ножа так обрабатываются, но с этим экземпляром точно все в порядке. Опять-таки, что касается качества обработки самого клинка. Мне тоже очень понравилось. РК абсолютно ровная, симметричная. Заводская заточка бритвенно-острая. При этом сам клиночек обработан, конечно, действительно хорошо. То есть в этом плане никаких абсолютно претензий сказать не могу. То есть все обработано реально качественно. Единственное, к чему можно прикопаться, если так уж сильно придираться, это то, что здесь изнутри, на внутреннем лайнере, здесь торчат винтики, которые фиксируют клипсу. В принципе, они должны быть чуть короче и немножечко утопать в самом лайнере, для того, чтобы они так сильно не торчали. Естественно, это, конечно, можно просто решить своими силами, просто выкрутив торксы, ну и немножечко их шлифануть на круге. И тогда все будет, скажем так, идеально. Если в общем и целом изложить свои впечатления от ножа, то скажу так, это достаточно качественно сделанный флиппер с довольно специфичным дизайном на любителе. Я сам предпочитаю более спокойные и гладкие формы, но не исключаю, что кому-то может нравиться и подобный агрессивный дизайн. Опять-таки, у подобного дизайна есть и определенные свои недостатки, и определенные достоинства. В целом, единственное, что лично я бы хотел бы исправить, это, конечно, немножечко убавить толщины у клипса, поскольку она здесь действительно занимает половину толщины самого ножа, и при этом для моей небольшой руки это действительно заметно. Естественно, я, конечно, и сам могу это сделать, да, можно тупо отвинтить клипсу, чем-то поджать, можно даже ее, в принципе, фигурно как-то поджать, то есть в этом месте, допустим, чем-то вот так вот придавить, да, и будет, может, что-то и даже интересное. Вот и все. На этом, думаю, можно закончить. Ссылку на производитель я оставлю в описании к видео. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока.